здравствуйте дорогие зрители ну вот свершилось чудо нашему дому многострадальному и даже всему кварталу вдруг таки да дают обещают дать компенсацию вот заполню сейчас вот эту вот хрень отнесу значит целых десять тысяч рублей то есть 10 рублей ну видите тем не менее вот вода из подвалов все это вот продолжает на как бы находиться ну чем можно сказать благодаря просмотром вашем моего канала хоть какой-то правды добились в этой стране то женщины предпочитают так ездить газами по помойкам отвлекся ладно это будет 2 2 тема сюжета но смысла в чем что многим жителям 66 квартала вот это вот помощь уже оказалась не нужна по причине того что они не дожили благодаря воздуху отравленному сероводородом канализационному который пять недель почти присутствует и вот вчера я был у товарища на похоронах похоронили моего старшего брата которому всего лишь 51 год представьте но у него было хроническое заболевание из-за того что грязный воздух диабет и человек как бы еще вдобавок вышел в отпуск думал что он отдохнет вот на этом квартале но увы вместо этого вдыхая вот это вот он получил хроническое осложнение ну и дальше там цепочка фатальных событий в том числе врачебная ошибка неправильная диагностика это привет бесплатной медицине и скоропостижно скончался в субботу прошедшую медицина оказалась бессильно предан человеку даже когда он первый раз его привезли на скорой да его отправили обратно домой ну это нечто рассказывать дальше не хочет вот а по поводу женщин на машинах я смотрю что давать правда права женщинам это стало все таки несправедливо потому что слабый пол просто охренел дату и степень я вот наблюдаю количество нарушений женщин за рулем начиная от превышения скорости по дворам скотского абсолютно кончая когда они заезжают на перекресток и у них в одной руке телефон ла-ла-ла-ла причем сложные очень перекрестки то есть провоцирует вот это все ну конечно при этом конечно отвлечение внимания от движения это конечно самое жуткое то есть степень которую сейчас чем моложе женщина за рулем тем неадекватнее она себя ведет то есть iphone заменяет мозги соответственно болтовня в чатах и так далее то есть вместо движения вместо внимательного нахождения в транспортном потоке это нечто не знаю как других городах ну вот ну а статистику смертей хронических я так думаю что хронические смерти это уже видимо достаточно масса явления потому что ну другим действием не объяснить да какие-то вот врачебные отказы значит госпитализации плюс вдруг резко большое такое из ну как колебания да из непризнания катастрофической ситуации вдруг резко дали всем как говорится в другую сторону качок то есть видимо просто хроника ужасающая ну я не специалист да по похоронам нам не учитываю ну видимо циферки так зашкаливает поэтому вот такая вот фигня короче ну чё поменем всех ушедших благодаря этому наводнению в том числе комсомольчан дальний восток вот такой вот наверное завершающий сороковой сюжет в этой теме в теме наводнения его сейчас подкручу к плейлисту грустно конечно но это реальность вот такая которая вам не на первом канале нигде не не расскажет сейчас благодаря ветру воздух стал хоть почище северный ветер потому что ну даже два дня назад тут еще просто невозможно дышать